здравствуйте дорогие друзья сегодня я расскажу вам про уникальную рептилию нашей коллекции это рогатый анолиз смотрите какой малыш это взрослые уже осыпь на руках у меня самец самки такого рога не имеют видите весь такой рог он как продолжение носа он мягенький очень в общем в чем уникальность эти анолизы были найдены первый раз в 1957 году точнее описаны и далее за 10 лет находили только самцов самок вообще не было видно потом они вообще исчезли на 40 лет и никто их нигде не видел и в 2009 году опять нашлись эти малыши он притворяется видимо либо мертвым либо что-то такое закрыл глаза типа делайте со мной что хотите поднимать они очень красиво имеют демонстрировать свой горловой мешок вот он во всей своей красе о да вообще супер такой нос рок им нужен скорее всего для демонстрации перед другими самцами то есть период спаривания они его используют у нас есть три группы живут они у нас по парам самец самкой самки смотрите какие крупные они такие яркие по окрасу они не такие яркие по окрасу но она сейчас очень круто демонстрирует какой у них цепкий хвост как раз хотела про это рассказать так сейчас я самца посажу и покажу вам покажешь какой у вас хвост они вот постоянно цепляются хвостиком своим вот лопа идет и самка вот сейчас висит на хвосте и на лапе давай покажи хвостиком своим у нас три группы живут они у нас в холодной комнате ну как мы называем холодная она конечно не совсем холодная сейчас я покажу температура но находятся они как вы здесь видите на нижних ярусах 27 градусов вот я вижу здесь сложно сказать холодная точка не холодная 26 26 и 3 он показывает холодные самые теплые они кстати там часто около 29 и 8 показывают 30 30 градусов верхние точки в принципе они у нас постоянно несут яйца самки то есть их все устраивает очень сложно содержать животное по которым практически нет информации и сложно понять ну что ты делаешь так или не так единственное может сказать показатель в котором можно судить это размножается животное или нет ну и соответственно пытаться воссоздать те условия которые у них в природе то есть природе они соответственно обитают на тонких веточках в лесах и у них естественно присутствует много зелени это видно по их окрасу они очень хорошо мимикрируют сейчас я покажу их яйца как я уже говорила у нас они размножаются но с инкубацией пока непонятно как поступать потому что пока что все несколько кладок который делала самку у нас погибли мы их клали в инкубатор и инкубатор явно не подходят для инкубации яиц их то есть надо разбираться какие именно температуры какая именно влажность что и вообще им нужно для этого но вот сейчас здесь лежит три яйки вот это последняя она снесла маленькая вот эти уже подросшие то есть но скорее всего они нормально развиваются раз растут и пока еще не испортились то есть на данный момент они настоят просто в террариуме вот так как инкубаторе и яйца портились вот такую малюсенькую они сносят по одному яйцу и периодичностью в неделе три и дальше будем смотреть пока непонятно я конечно очень надеюсь что что-то выйдет и они у нас у нас вырастет группа было бы очень классно но сроки инкубации качество инкубации все это конечно под большим вопросом потому что разведение как таковых их нет мало кто их содержит и каких-то статей найти невозможно самочка постоянно держит хвост подогнутым таким в кругляшке вообще на ветках они конечно такими длительные но увидите их окрас то есть вот так вот просто когда смотришь террариум они не сразу бросаются в глаза они подходят как под сухое листву так и под зелень и не видно их вообще самцы имеют невероятно красивую окрас плюс этот нос конечно огромный вот хорошо сейчас видна разница вот один семец который просто подстроился под окружающую среду то есть более темный и второй семец который практически зеленый два самца но при этом в разном окрасе естественно сейчас оставить его здесь то он тоже позеленеет да ты красавица питается данный вид сверчком они могут и тараканами но тараканы неудобно в плане того что они зарываются и анализ быстро их теряет мы их кормим сверчком среднего размера сверчка закупаем у тирекс фуд я оставлю ссылки в описании у нас вся коллекция исключительно сейчас сидит на их кормах потому что качество конечно просто потрясающее это видно и по сверчку который живет всю неделю они дохнут и в принципе по животным что у них нет никаких проблем это сразу видно если что-то не так с кормами животное начинает худеть несмотря на то что кормов много или поносить или что-то еще но у них все просто отлично он решил затаиться и не показывает как красиво он двигается а он будет реагировать на другого самца да они будут реагировать друг на друга один самец залезет другому на голову и на этом все закончится он победил у нас сидят в объеме естественно по одному самцу и у каждого самца своя самка и по-моему им вообще все равно друг на друга видите как пока мы снимаем и самец опустился вниз как он потемнел то есть он был совсем зеленый когда я его начала показывать сейчас сидит внизу и уже зеленью тут и не пахнет он прям коричневый у него по-моему самые длинные нос из всех наших самцов так как где его дома а дома его как раз демонстрирует другой окрас зеленый потому что это сидит наверху и предыдущих я показывала не все были коричневые она прям вот прям зеленая девушка бы очень красивая молодая самка она еще не неслась да ты красотка такие шмакодявочки вот я очень надеюсь что у нас с ними что-то получится так потихонечку я вам покажу хотя бы самые интересные экземпляры нашей коллекции показать все это я не знаю сколько у нас времени уйдет но буду стараться хотя бы раз в неделю что-то новое из наших рептилий показывать спасибо большое за внимание вообще очень много рептилий мы устраиваем неделю какой-то определенной группы рептилий у нас в группе вконтакте так что можете по ссылочке перейти и посмотреть там часто голосовалки чья неделя будет вот и там также есть рассказ про наших анолисов я думаю они вам очень понравились так что до скорых встреч